Добрый вечер! В эфире «Грощи на двох» и двое бессменных ведущих. Александр Хрименко и Антон Панарин. Сегодня мы постараемся спрогнозировать в общих чертах, что год грядущий нам готовит. Будет ли дефолт? Можно ли нести деньги в банки? Вырастет ли производство в Украине? Ну и наша ахиллесова пята. Курс доллара. Ах да, еще инфляция. Какой ее настоящий процент обрушится на голову украинцев? Об этом и поговорим вперед. Начнем с дефолта. Ой, это дефолт, это дефолт. Которые нам предрекают, предрекают, но тем не менее мы отказались платить долги России, эти три миллиарда, которые нависли, когда мокла меч над нашей шеей. Теперь у нас будет суд, о котором мы говорили в прошлой программе, с Россией у европейских судовершителей. Да, в Лондоне. Дефолт? Все дефолт? Есть уже или еще пока нет? Нет, еще в минулом году, 20 грудня, был дефолт, официальный дефолт. Если мы не платим, у нас просто называется мораторий, а в Международном управлении называется дефолт. Так что поздравляю с дефолтом. Поздравляю. Стоп. Здесь вопрос. Дефолт случился. Да. Но на нас, простых украинцах, как-то это... А воно и не должно было было отобразить. Дефолт – это просто не заплатили борг. Вот, например, Антон, ты сусіду не вернул гроши – дефолт. Вот это только отобразится на соседей, да? Может быть, это технический дефолт, как говорили в этом году? Нет, нет, это есть. Технический дефолт – это, если просто не платить процент. А полный дефолт – это, конечно, мы действительно видим, что такое дефолт. Дефолт – это значит, что, если в свою очередь не заплатили, не процент, не тело – полный дефолт. Ну, сулят все-таки эксперты, да, в 2016 году дефолт… Так уже есть, уже есть, уже все есть. Ну, такой дефолт, который смогут ощутить на себе и украинцы. Навище? А как это отразится на нас? Ну, нияк не отобразится. Еще раз говорю, что дефолт – мы уже живем, ну, на сколько, там, сколько тижнів? Живем без дефолта. Кто-нибудь побачит, никто. Так что ж такое? Когда ж станет еще хуже? Ахуй, вот тут люди у нас, что-то, хочут. Дефолт еще раз – это технический фор. Ну, у нас его называют мораторием, а так дефолт. Сам по себе дефолт, ну, нияк не может на вас отобразитись. Просто единственное, что все путают, ну, с падения 98-го года. Там просто что произошло в России? Там была спокойная ситуация, заявили дефолт. После этого начало падение экономики. Но все наоборот. У нас падение экономики до этого уже произошло в 2014 году, в 2015 году. И вот этот официальный, скажем так, де-факто, дефолт, у нас уже два года мы живем. А теперь, где Юрия, мы можем? Но мы можем, так мы можем. У нас есть еще одно мнение от финансовой аналитики, известного в нашей стране, насчет дефолта. Цитат Эрик Найман. Ну, личность известная, представлять не будем. Пик погашения обязательств по внешнему госдолгу – это более, ну, около 4 миллиардов долларов – ожидается в декабре 2015 года, что на фоне ожидаемого падения ВВП и нестабильности социально-политической ситуации в стране может привести к значительному увеличению риска дефолта в конце 2015-го, начале 2016-го года. Ну, ты прибыл. Ну, если он уже случился, значит, не зря финансовые аналитики анализируют. Ну да. Да, ну, дефолт все-таки. Нет, так это, я говорю, ну, просто, я говорю, что у нас как-то заработали из этого слова сам для качки. Хорошо. Что может быть хуже дефолта? Ну, что может быть? Работу тратить, зарплаты не заплатят, цены виростут. Все было в 2015-м. Да, вот это да. Люди теряли зарплату, люди… Девальвация – это есть. Ну, просто я говорю, что слово… Просто у нас еще раз, мы просто помыли, ну, люди психолично чули про дефолт 98-го, и они не понимают, они говорят, нет. Подождите, я тоже помню 98-й год. Я вам так честно скажу, в 98-м году я ощутил очень крепко дефолт на себе. Почему? Я хотел купить гитару, музыкальный инструмент, да, электрогитару. И когда рухнули деньги, обвалилась валюта, то перестали продавать. Вот так правильно сделали, ничего продавать. Перестали продавать, и я уже буквально через 2-3 недели в долларах цена та же осталась, 100 долларов, но это было уже там около… Я просто хочу, чтобы у нас уже все, что хотело упасть, упало. Так что не паникуйте, украинцы. Не лякайте с этого слова. Еще раз говорю, что у нас дефолт, мы уже можем поздоровить себя, что второй год уже пережили с дефолтом. Нормально. То есть, если у нас уже ниже некуда, мы думали, достигли дна, но снизу постучали, то значит ждем поднятия. Ну еще рано, еще падаем, 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 а пока падаем, можем поговорить и про банки, которые тоже, как известно, в 2015-м году, на жаль, на жаль, действительно, что мы спостерегали? Ну, фактически 60 банков закрыли. Дуже крайне негативно. Ну, скажем так, сейчас банков меньше, и сразу выникает вопрос, что будет дальше. Причем, ну, конечно, больше четко сказала в Керинстве Национального банка, что будет дальше. Ну, пока еще я так понимаю, что большие банки уже не должны банкротиться. Дуже надеюсь, что и средние уже закрываться не будут маленькие. А помните вот эти вот скорби нам, арест, приват? Ну, это как раз был черный пиар, это любые разваги наших людей. Нет, у нас черный пиар будет. Вот, что однозначно гарантует, что, на жаль, в 2016-м году у нас будет много негативных разговоров. Говоров, что это закрыться, это злякается, это перелякается. Я все-таки надеюсь, что, ну, большие банки, действительно, которые уже так мали какие-то суттевые проблемы и не могли пережить, вот, как раз действительно, вот, фактично, это, вот, они не пережили дефолт, потому что 15-14 лет, вот, это дефолтная ситуация, они не пережили, закрылись. Теперь, ну, как бы уже, кто выжил, то выжил, хотя, я говорю, что, может, какие-то маленькие банки закрылись. Ну, посмотрим, 60 банков закрылось, а те, которые работают, те, которые продолжают крепко стоять на ногах, крепко, 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 ли, да, продолжают стоять на ногах. С точки зрения показников, беш-меш. Депозиты, кредиты, процентный став, кредитные ставки, люди понесут деньги в банки? Это нужно украинцев спросить. Ну, в принципе, розумієте, нет, ну, дивитесь, какая ситуация, банки дійсно живут за рахунок депозитов. То есть им нужно, чтобы украинцы в 2016 году заспокоились и начали больше нести грошей, не забирать, а нести грошей в банки. И долг, и гривни. Релатично валюты. Нет, не обязательно, можно гривню, не працанавливать. И те, и те, и те. Підходить все, несите. А вот сейчас смотрит нас какой-нибудь среднестатистический гражданин, украинец из Полтавской области, село Кобеляки. И говорит, а вот вам понесу я в банк, а он завтра лопнет. А еще не лопнет, что ты делаешь? А не зникнет. Вот пройдет 10, 20, 30, с торки, на ведь нащадкам просчет, где рубит, а еще не зникнет. А откуда доверие? Вот доверие повисит, повисит доверие к банкам. А что доверия нет? Ну, дивиться, у нас же 24 года. А какое может быть доверие кредит 30, 40, 50 процентов, просто грабеж, можно сказать, да? Кредит крупный взять, например, на покупку жилья, там, по-моему, только 30-процентный взнос надо заплатить. Ну, 26, 50 процентов, ну, знов таки, еще раз говорю, якщо будуть відсотки по депозитам, наприклад, он до депозитам, там будет 5%. Тоді відсотки по відповідным кредитам будут 7%. А если вы хотите размещать депозит по 25, то відповідный кредит будет 30, а что вы хотите, это прямая залежность. Но банки заинтересовывают граждан высокими ставками по депозитам? Ну, они повинны, ну, розумите, как банки хочут снизить. И, действенное, я надеюсь, что в 2016 году, ну, за весь, ну, не за месяц, звичайно, за рік, десь на 5% из них, если сейчас мы говорим о 25, то вдастся добавить, что будет 20, 19. Мается на базе, звичайно, гривень, звичайно, на рік. Что касается доллара, есть такая надея, что, действительно, удастся снизить ставки по валютам, ну, в долларах, не меньше 10% за рік. Тобто, банки очень хотят, чтобы валюты были как можно нижче. Нижние валюты, тогда уже можно кредиты выдавать по 25, а не по 35. Уже есть тоже риски, хочется. Но это экономика, да? Теория? Реальность, нет, это практика. Вот это, если это практика не запустить, больше ничего не будет. А практика еще, Антон, какая, дивись. На сегодняшний момент, ну, люди позабрали гроши из банка, я понимаю. Играет в чулках. Хринят, теперь. Кредитование в Украине не працюет. Кредитование не працюет, відповідно, підприемства не могут взяти кредиты. Не могут взяти кредиты, відповідно, підприемства не могут развиваться. Не могут развиваться, не будут набирать працівників. Не набирают працівників, нема зарплаты. Нема зарплаты, все сидят, поклали. Вот этот самый гражданин из Кабыляк, несите, несите деньги в банк. Так говорит Александр Хрименко, не я. Прямая зависимость полягает в том, что когда люди говорят, почему у нас такое безработище, почему оно взросло и будет взросло, а вы же сами сделаете. Вы своими руками формуете безработище. И если вы считаете, что какое-то будет диво, диво не будет. Александр, из ваших слов, выходит, нам пора перестать быть населением и пора становиться народом. Который принимает тоже решение не только за себя, но и за себя. А что же вы думали? Кстати, насчет принятия решений. Все-таки мы не такая уж и независимая страна, потому что один известный валютный фонд нам так или иначе предлагает свои прогнозы развития нашей экономики. Чему свидетельствует цитата Натальи Гонтаревой, всем известной, о инфляции, которая должна составить 12%. Ну да, сгідно плану енергии. То есть Валерия Гонтарева, ой, извиняюсь, Наталья его не назвала. Валерия, да. Валерия. Ошибочка по Фрейду, наверное. Напевно. Нисходящую динамику инфляции, в первую очередь, будет провоцировать низкий потребительский спрос, сдержанная монетарная политика. Особливо хорошо звучит слово низкий споживший попер. То есть, смотрите, низкий потребительский спрос. Значит, грошей у вас не будет. То есть, чем меньше люди будут покупать, тем ниже будет инфляция. Нет. Чем меньше людей будет грошей, тем лучше. То есть, фактически, сегодняшняя паня Гонтарева заявляет, что украинцы беднее. Ну, если вы помните, Бухарин говорит, что богатите, она говорит, что беднее. В целом, получается, что с точки зрения международного летофона истории, чьи говорили, что Киринский СНБУ, чем беднее будут украинцы, тем лучше. И вообще было важно, чтобы украинцы были самые бедные в мире. Вот тогда инфляция будет низкая, МВФ будет задоволен, все будут посмехаться. Говорят, ой, как хорошо. Но в теории, в теории, 12% инфляции – это идеальная ситуация для страны. Для Украины, но не для спустя Америки. Для спустя Америки идеальны 4%. Для нас 12%. Ну хорошо. Объем производства, количество людей, живущих в стране. Нет, развивающиеся в стране. Есть просто развивающиеся в стране. Так как мы развивающиеся, нам нужно в 1% замест. То есть, мы стремимся к идеальному показателю, чего, в принципе, не может быть у нас на данный момент. Нет, были выпадки? Нет. Мы говорим о 2016-м. В 2016-м это нереально, но были в истории Украины такие моменты, когда мы имели 12%. Так что было. То есть, эти 12% нам навязывает? Нет, он рекомендует. Рекомендует. Но проблема полягает в том, что вместо того, чтобы поспілкуваться, глава Украины должен был объяснить працанникам Международного валютного фонда, что экономика Украины – это не экономика спустя Америки. И поэтому, это вот, сменшение спожившего попыта – это абсурд. Треба, например, сбільшувати. И пояснить, что на сегодняшний момент украинцев, ну, минимальная зарплата 1300 гривен – это вообще не грошей. Пояснить, что это не 1300 долларов, как понимают фаховцы МВФ, а это гривни. Это две большие разницы. Это 50 долларов. Ну, это абсурд. Но, на жаль, голова НБУ это не пояснили. И поэтому мы имеем абсурдную экономику. Да, действительно, в 2016-м скрызов с инфляцией будет 20-25%. А в 2015-м около 40-ка было, да? Ну, 40-45. А они прогнозировали около 25-25%. Нет, ну, они тоже. В 2014-м прогнозировали 12. Знов-таки, в 2015-м, теперь они 12-16-м, 17-м. Ну, это у них такое красивое число. Хорошо, хоть у кого-то не меняются показатели. Нет, не меняются. 12-м обещали, 12-м и есть. Вот невозможно 12%. Реально 25%. Ну, скорее всего, да. Я так понимаю, что вот пройде первый квартал, и фаховцы МВФ будут говорить, ой, не 12, будет 16, потом пройде лето, будет 20, а в конце года, ну, фактически, потому что, если кто-то уважно помнит 2015, они тоже говорили, 12, потом нет, 20, потом 30, а уже в конце года, когда уже было зрозумяло, что 40, 40 будет. Так что вы прогнозируете, я напомню нашим телезрителям, правительство обещало поднять зарплаты в 2016-м, насколько на 12%, ну, и в общем, ну, не перекроет, если было 12%, не перекроет, все равно будем терять. Ну, знов, потому что, смотрите, зарплату не поднимали в 2014-м, там майже 20%, 40% добавьте в 2015-м, уже запизнились. Тобто, поднимать и поднимать. Так что, вот у нас, здейсно, споживчий попит очень низкий, но это не перевага, это не доля. Его нужно ликвідувать. Я никак не могу понять, люди не хотят нести деньги в банк, люди, у нас низкий споживчий попит, то есть нам нужно начать тратить деньги. Ну, да, но если надо и зарабатывать деньги, нет, тратить это окременно, никто не запрещает. Тобто, не тратить это, а заощадить это, говорить и в банки. Но в тот же самый момент, действительно, нужно, чтобы у нас, на сегодняшний момент, в Украине, заработная плата за год сросла не на 13%, а хотя бы на 40%, а краще на 50%. О, тогда у нас экономика, ах, и начинает расти. Будем богатеть. Будем богатеть. вот как раз лозунг треба поменять. Не беднити, а богатеть. Вы знаете, кто-то из Америки приехал мой друг, говорит, ты знаешь, Антон, в Америке бедных никто не любит. Правильно говорить. А теперь, как раз, относительно, как мы уже задавали инфлякцию, давайте задавим виробництво. Ну, я понимаю, что ты до виробництва отношения маешь, хотя сфера послуг, но сфера послуг, но с точки зрения как бы сказать, виробництва, как ты вважаешь? Мы сейчас можем в 2016-м вонути. Вот чисто запитаем до тебя, как может не такого великого фахиста. Вот что может взрости виробництво в 2016-м році? Производительность, чего может вырасти в стране? Вот как ты вважаешь? Ну, я не знаю. Мы говорили с вами... Ну, твоя виключно думка. Я розумію. Менталургия минус, я так понимаю. Однозначно минус. Ну, вот говорили мы в прошлой программе про зерно, да? Но тут же специалисты говорят, что тоже высокие продажи зерна, не продажи, а добытое зерно там 100 миллионов тонн, я помню, тоже плохо. Куда ни крутили, ЗАЗ, Запорожский автомобильный завод, там сколько там, тысяча машин, по-моему, была выпущена в 2015-м году. Я не знаю, что должно возрасти. Наверное, зерновые культуры, может, кукурузу. Вот. Бильщ, а к чему рожать будет? Ну, да. А к чему не будет? Не, ну, знову-таки, якщо ми говоримо про промисловість, то на сьогоднішній момент, да, дійсно, в 2015-м было падение. И падение было довольно таки великое, фактично 15% мы втратили. Это очень много, сразу говорим. И в 2016-м, хотя все говорят, что будет взрослание, сквозь все будет снова падение. Есть позитивный фактор. Падение будет не таке суттевое, как в 2015-м. Есть такие красивые слова, гальмирование темпов падения. То есть, да, металлургии падают, но уже не так много. Менше зроби металла, але падение будет, химии меньше будет. Ну, скорее всего, самым великим проблемом будет машинобудование. Я понимаю, что дехто говорит, что я же ни одного отношения не имею. Ну, ты-то, может, не маешь. Но, даже если человек, скажем так, торгует на базаре, для того, чтобы прошел покупец, нужно, чтобы какая-то человек, працюющая на машинобудивном предприятии, получил зарплату. А если машинобудивное предприятие закриется, а, на жаль, в 2016-м закриется больше, большая частина украинских машинобудивных предприятий, покупца не будет. И получится, что даже человек прийдет на базар, а купить нема. Не, ну, экономика тут понятна. Нам все завязано. Нельзя отделять одно от другого. але дуже багато как раз таких успехов. А давайте мы закриемо все підприемства, давайте мы сейчас порваем все деловые списки. Как производительность труда увеличить? А ніяк. Поднять эксплуатацию. Дуже просто. Не, ситуация дуже проста. Есть классичная концепция телеризма. Ой, не производительность труда, а производство. Мы с вами говорили о производительности труда. Как поднять производство, которое медленно-медленно падает? на что мы говорим с точки зрения Украины есть два направления. Первый направление або поднять внутренние споживания, от тогда нужно, чтобы статки заросли. Кроме денег было больше у людей. Да, чтобы люди действенно куповали. Причем, самый эффективный вариант был, если бы действенно в Украине было бы достаточно денег, достаточно зарплаты и люди активно начали будивать квартиры, ну, або куповать квартиры. Будивать будинки, ремонты робить, куповать речи, и, соответственно, жить замужно. Тогда как раз и промисловость. Это внутреннее споживание. Но, так как Украина у нас экспортно-ориентовная, ну, у нас 60% всего ВВП, это экспорт. Тому, действительно, очень желательно, чтобы святая экономика была на подъеме. А для этого нужно, чтобы цены нафта взросли, желательно, очень высоко, попит, соответственно, на металл, на прохарчевание, и тогда, действительно, будет подъем. Такая она хочется, но, на жаль, 2016, ну, святая экономика зашла стагнацией. Ремарочка такая, да, от меня. То есть, нельзя жить хорошо в отдельно взятой стране, которая пока играет по правилам всего экономического мирового рынка. часто даже евроспельнота, 2016 рік, евроспельнота, вважаю, будет очень тяжелой. Почему? Потому что они програют на святом рынке. Они же богатые, они то богатые, но они же тоже проблемой. Ну, единственное, чем, конечно, они отличаются от нас, тем, что у них евро и доллары, а у нас пока гривны. И мы переходим... Але, это же проблема, они же говорят, мало им платят. Нет, человек-то существо такое, он всегда будет жаловаться. Но, понимаете, тут кто-то больше, кто-то меньше. Мы переходим, я сказал, хелесово пита, да, наша. Это курс доллара в 2016 году. Давайте сначала про цитату, вернее, цитату от экспертов, да, источник сегодня E-Way нам предлагает вот такие варианты. Три. Три сценария, три возможных курса. Оптимистический. О, самый самый. 24. Ну, то есть, ничего не изменится. Ну да, фактично. 30 гривен, это реалистический. Надо сказать, 24 гривны, это курс, заложенный к обминам. Да, да, это прогноз. 30, это реалистический и пессимистический. 50 гривен, то есть гривен может отбалиться вдвое. Вот такой неоптимистический прогноз. Не, ну что, 30 нормально. Тим паче, что это, если в процентах взагалі, очень мало. 30, 30. То есть у нас получается уже, да, 50, это действительно, 100% девальвации, уже страшно, а 24, 30. Нет, скорее за всеми, действительно, на кинец году побачим 30, 32. Ну, велика мы верили, что десь, приблизно, такая будет. На кинец, 2016 повторюю, не на кинец сечня, а то зараз годят, нет, оно не требует, так уже на сечня. Ну да, через год, мы имеем в виду год. На кинец, на кинец, а то вы сейчас скажете. Хоча дейсно, да, на сегодняшний момент, какой-то час, может быть 24. Мало того, можливо, такая ситуация, можливо, я сейчас говорю, не скажу 100%, что влитку, может дейсно, быть револювацией, можем снова вернуть до 24, но в восени, можем дейсно, подняться выше 30, потому что так и бывает. Взагалі, влитку бывает, так же, ринок, как бы, трошки заспакуюется, и тогда, дейсно, така невеличка, але револювация. Но ваше мнение, ну, окончательное такое, да? Не, я говорю, здесь приблизно так, розумієте, вся проблема, в чем полягає, так как нема стабільности в країні, дуже складно робити прогноз. Це дейсно, от якщо, здали питання, яка ймовірність, що буде 30 на кінець року, я сказав, 50%, не 75, не 80, не 90, 50, тобто 50%, що я можу помалитись, тому що, дуже складно, в таких умовах хаоса, робити прогноз. Це, якщо стабільно, то її можна подивити, скільки грошей в банк. Тоді в таких умовах, ви летаєте, подслужка, извиняюсь, в таких умовах, в этом хаосі, можна поговорити о теорії. Я вот предлагаю вам, развернутися, развернутися, дискуссию, з другой стороны. А як її поднять з колен гривнуто? Ну, як укрепити, щоб вона, якщо, револьвувувала? вона пакет револьвувувала. Да, то есть, що треба, что треба, може, треба, даже не стільки революватию зробити, скільки взятие, оп, і зажати. Не, ну, самый оптимальний варіат, для того, щоб була револьвувація, щоб вернути до курсу, наприклад, 20, або 12. Який тебе уж хочеться? А мне хочется, не очень хочется, курс 8, потому что я покупал тогда бензин по 10 лет. Да, можна, звичайно, зробити, хоча тут проблематично, але теж можна. Треба налякати українців. Налякати страшно, так, чтобы аж у них, аж руки затряслися. О, тоді спрацює. А от поки не налякаєш, от будеш умовляти, розповідати, не спрацює. А залякаєш, отак вот кулаком по столу? Ні, 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 ну, зачем, навіщо? Примаємо закон, дуже простий. Даємо термін, наприклад, три місяці. За три місяці, будь ласка, всі українці, якщо у вас є готівкова валюта, розмістіть, ну, тобто, поміняйте на гривню, розмістіть банки. Пройшло три місяці, після цього, будь-які операції з готівкою валютною на території України являються незаконні. Відповідно, якщо так трапило, що вас спіймали, відібрали, ще й кримінальну справу для вам повісили. Все чесно ж, вас попередили, попередили, на території України тільки, тільки гривня. Якщо, наприклад, ви хочете поїхати за кордон, відкрили рахуночок, ну, взяли платіжну карточку, положили гривню, поїхали за кордону, розховались валюти. Вернулися, опять гривня. Будь ласка, да, це страшно. Ні, не страшно, але спрацюють. Хоча, я розумію, що ви що? Того треба взяти відповідальність за себе. Дуже, дуже, але це дійсно. Пан президент? Ну, як мінімум. Як ви думаєте, Порошенко на таку способність? це давай я вас питаю. А я думаю, ні. Ну, можливо, да, тому що тут же як, треба ж тоді і всіх оціх, які, скажімо, які мають якісь преференції, їм, то ж сказати, хлопці, заборонено. Мало того, дійсно, якщо говорять заборонити, то це не стосується тільки українців, а всі ті, які мають доступ до кормушки, їм теж заборонили. І, якщо, не дай Боже, хтось порушився, дійсно, без всякого оглядки, кримінальне справу покарали. Олександр, мені становиться все хуже і хуже. Але я ж ти захотів вісім, я розказав, як вісім забудьте. За ефіром. Ціни на продукти у нас повинні підитожити. Ну, саме краще. Чем-то хорошим. Ні, ну, ціни на продукти дуже просто. Люди добрі. Скажемо так, ціни зростати будуть, тому що 20% інфляції це буде. Дуже подорожча електроенергія і, на жаль, опалення подорожчає. Не забувайте, що ми виходимо ближче-ближче до Європи. З 2017 року у нас тарифи на ЖКХ будуть як в Європі, тобто ми вже в Європу зайшли, це факт. Але в результаті цього дійсно в нас вже якби максимально вирості ціне на м'ясо, тому от суттєво зростати не буде. Тобто десь 15%. У нас може ще трошки овочі подорожчати і дійсно крупи. Тобто у нас, як уже дорогі речі, вже так подорожало, що там вже нема куди зростати. От якраз дорожати суттєво вже не буде. Вона вже так досягла. А от крупи може ще подорожати. Ну, хорошо. Ціни завжди піднімалися. В общем, наших українців цим не удивиш. Не залякаєшся. А от ми ще будемо забыли. Все-таки з 1 января ми починаємо свободно торгувати з ЄС. Це, мабуть, як-то дуже повлиять на нашу економіку. Ніяк взагалі. Взагалі торговля з ЄС ми почали торгувати з травня 2014 року. Хто-німудь замітив з українців про це? Ніхто. На сьогоднішньо, дійсно, з 1 января 2016 року у нас дійсно зменшується мита на європейську продукцію, яка заводиться в Україну. На 1%. Тобто, автівка буде на 1% дешевше. Я думаю, що ці 1% ніхто не побачить. Ну, секонд-хенд буде дешевше теж на 1%. Ну, дуже подешевше. Навіть молочна продукція подешевше аж на пів відсоток. Но, з другой стороны, ми не зможемо везти товари і на ринок Росії. А нас, соответственно... Це окремо питання. Ну, знаєте, тут з однієї сторони погладили, з другой сторони підприємали. Ні, просто дійсно, щоб було зрозуміло, от зона війної торгівлі, она створиться 10 років. От через 10 років... Будуть существенні результати. Ні, ну да. Тому що, наприклад, от тоді вже вся продукція, яка буде надходити з євроспільноти, вся, повторюю, там вити не буде. Нуль. Через 10 років автівка на 10% буде дешевше. Ну, якщо так, приклад, автівки. Тож саме стосується побутової техніки, да. От тоді, да. Але через 10 років. Ну, я не з 1 січня цього року. А знаєте, Александр, мені так хочеться, щоб ми в кінці 2016 року, якщо наша програма ще буде виходити в ефір, якщо ми год продержуємося, то щоб ми сиділи вот так вот перед камерами, а українці перед екранами своїх мониторів, там, или телевізорів, или смотріли нас в інтернеті, і говорили, а ви, ребята, все-таки нас обманули, обіцяли, що буде все плохо, а оказалось, все хорошо. О, тільки за. Тільки за. Я жму вашу руку. Тільки за. Пусть в 2016-м ми с вами обманюємося. Помалюємося і в курсі, і в інфляції, і буде тільки одна. Обманюємося в худшую, в лучшую сторону. В кращу, в кращу, в кращу сторону. Ну, вот і закончился 2015-й. Подводити итоги этого непростого года будем не ми, ні в коєм случае. Думаю, каждый із вас, наших телезрителей, сделає це сам. Ну, а в целом, вот я могу обобщити, то, що не убиває, делает человека сильнее. Жив, і вот і хорошо. І будемо жить дальше. Вот мы с Александром Ахрименко Ну, хто б сейчас так думал. Да, в 2016-м сделаємо все, щоб ви були в курсе всех денег. Ваших, наших і не наших. С вами был Александр Ахрименко. До побачення. І Антон Панарин. Смотрите нас на офіціальному каналі в Ютюбі, Бізнес ТВ, в повторах, на телеканалі Бізнес. До встречи. До встречи. Дякую. Субтитрувальниця Лог leyця